Всем привет, мои хорошие! С вами Михеева Мария и добро пожаловать на мой канал о скрапбукинге и творчестве. Сегодня будет очень интересное и информативное видео о том, как, во-первых, подобрать цветовую гамму для вашей работы. Эту часть я расскажу на примерах своих недавних работ по скрапбукингу. А второе, я расскажу 5 приемов о том, как интересно задекорировать вашу обложку. Кроме того, в конце видео вас ждет анонс мастер-класса, который будет на моем канале. И о том, как вы можете сделать так, чтобы данный мастер-класс вышел как можно скорее, я расскажу в конце видео. Поэтому обязательно оставайтесь до конца видео, а теперь перейдем к альбому. Свой рассказ я начну с альбома для мальчиков, потому что мне кажется, что подобрать интересную цветовую гамму для мальчиковского альбома достаточно непросто. Большая часть скрапбукеров ограничивается бело-синим, либо синий-красным сочетанием морской тематикой, либо используют уже темные оттенки. Я предлагаю использовать такую необычную мятно-серую гамму. В основе вдохновения данного альбома лежала как раз-таки вот эта ткань с мишками. Эту ткань я соединила с такими вот мелкими звездочками, эта ткань Тильда. В первой ткани заметно, что у нас очень ярко-белая основа, а в второй ткани основа достаточно желтоватая. Уравновесила данные ткани я использованием такого желтоватого чип-борда, который объединяет левую и правую часть нашего альбома. А на другой части альбома я, наоборот, использовала белые люверсы и вот такие вот бежевые кольца. Что касается центрального декора, я отталкивалась от того, что не хотела, чтобы декор был очень массивным и закрывал наших чудесных мишек. Поэтому я использовала два небольших отреза бумаги. Это первая бумага в мятном цвете, что подчеркнула мятный цвет нашей композиции. А вторая это такая черная контрастная бумага. Кроме того, как я уже говорила, уравновешивала нашу композицию чип-бордом и добавила помпошечек. Они очень милые и придают работе ощущение того, что это действительно детский альбом. И также добавила такой небольшой элемент звездочку. Вообще для мальчишеских работ я очень люблю вот такие звездочки. Мне кажется, они идеально подходят для таких альбомов. Альбом у меня закрывается на резиночку. Резиночку я делаю не слишком плотно, для того, чтобы когда альбом наполнился, резиночка хорошо прилегала к альбому и не пережимала его. Внутри данного альбома у меня использована также мятная бумага и мятные форзицы. Здесь альбом у нас сделан в такой приятной мятной гамме. Цветовая палитра выглядит очень свежо. И по альбому сразу видно, что это альбом для мальчика. В конце видео я обязательно вставлю фотографии с примерами альбомов, которые буду показывать, и небольшими цветовыми палитрами, которые я использую в данных альбомах. Следующий альбом это альбом для девочек. Здесь я использовала традиционную розовую гамму, но я взяла не яркий розовый цвет в качестве основы, а такой нежно-пудровый, добавила ткани со звездочками, потому что я в принципе очень люблю ткани со звездочками, и уравновешила композицию большим количеством белых элементов. Такой вот небольшой совет, что если вы используете именно розовые оттенки, обязательно добавляйте туда оттенки другого цвета, потому что если сделать весь альбом розовым, он будет очень сильно сливаться, и в данной композиции не будет интересно рассматривать отдельные элементы. Здесь у меня использованы бумаги также розового цвета, но других оттенков. Как раз таки потому, что я хотела сделать небольшой акцент на наши надписи, также здесь я использовала чипборд. Основным декоративным элементом при этом у меня является вот такая вот большая каретка, к сожалению, данная каретка у меня осталась последняя, но эти каретки мной очень полюбились, и я оставлю вам ссылку внизу в видео о том, где данные каретки можно купить. Также использовала вот такое вот кружево, кружево я сложила в складочку, прошила его, фатиновую ленточку и лепесточки. Я очень сильно полюбила эти фатиновые лепесточки, мне кажется, они очень классно подходят к девчачьим альбомам. Кроме того, в данной работе я использовала принцип трех. Это такой декоративный принцип, когда вы используете три акцента в своей работе. Я данные акценты сделала именно на цвете. Это яркий малиново-розовый цвет, использовала такой вот камешек, небольшие полужемчужинки и вот такую вот яркую шебе-ленточку. Кроме того, видно, что на короне у меня также три декоративных элемента. Все дело в том, что подсознание людей очень необычно воспринимает, когда в декоре используется нечетное количество элементов. А если элементов используется четкое количество, то на это не обращаешь внимания. Как, например, в данной работе я использовала ярко-розовые люверсы и розовые кольца. Однако за счет того, что данные элементы являются парными, то есть четными, вы не так сильно обращаете на них внимание, как на данные элементы. И это очень интересный прием, который можно использовать не только в декоре, но и в скраббукинге. Мой третий альбом – это вот такой инстальбомчик. Он небольшого размера, всего лишь 15 на 15 сантиметров. Весь декор вдохновлен именно данной тканью. На ней есть вот такие вот золотистые звездочки. Я уже говорила, что я очень люблю ткань со звездами полумесяцем. Мне кажется, она невероятно стильная. Плюс ее очень легко декорировать. В данном альбоме я хотела подчеркнуть вот эти золотистые звезды, которые идеально сочетаются с серой тканью. Поэтому в качестве декора я использовала такую вот золотую бумагу. Видно, что она очень красиво переливается. Кроме того, я использовала люверсы золотые. Я практически никогда не использую золотые люверсы, но в данной работе они оказались более чем к месту. И вот такая вот маленькая декоративная бутылочка. Сделала я такую вот небольшую перевязку, чтобы сделать бутылочку законченную. И наполнила ее золотыми гусинками и золотыми блестками. Мне кажется, получилось очень здорово. В данной работе я решила сделать какой-то акцент. Потому что если бы использовала просто серый, черный и золотой декор, это было бы достаточно скучно. Я решила разбавить работу вот таким вот оттенком бирюзы. Использовала такую вот шебе-ленточку, небольшой грац, бумагу. Также сделала необычную прошивку. Данная прошивка идет неровно, как видно. Кроме того, она бирюзового цвета и подчеркивает именно акцентный цвет нашей композиции. Никогда не бойтесь своих работах использовать необычные световые сочетания. Именно это выделит вашу работу среди остальных. Последний альбом, на который я хочу обратить внимание сегодня, это вот такой вот альбом Овечка. Это интерьерный альбом. Он может стать прекрасным украшением для комнаты девочки. Такая вот Овечка с плюшкой, она мягкая. У нее есть лапки, ушки. Почему она очень-очень милая? Также здесь использовала необычную прошивку. И Овечка у нас как бы пасется на лугу. Это очень интересно и необычно. Если вы хотите, чтобы на моем канале как можно быстрее вышел мастер-класс о том, как создать эту Овечку, включая все выкройки и все этапы построения альбома, то обязательно ставьте лайки данному видео. Как только видео наберет 100 лайков, мастер-класс появится на моем канале. Теперь, как обещала, я расскажу вам 5 принципов интересного декора для вашей обложки. Очень интересный и активный принт Мишки я подчеркнула небольшим декором. Активные цвета я советую разбавлять белым декором. Так, например, розовый цвет станет намного более необычным в сочетании с белым декором, чем с тем же розовым. Данный принцип я использовала в этом альбоме, где основной серый цвет я подчеркнула контрастным с золотым и бирюзовым. Принцип декорирования обложки с данными прошивками я использую очень активно, потому что это всегда придает изюминку вашей работе. Главный секрет успеха такого принципа – использовать двойную строчку. Тогда стежок не покажется просто неаккуратным, а будет видно, что это специально декоративно использованный прием. Нечетное количество декоративных элементов всегда цепляет. Вы можете использовать этот принцип как в цветах, как, например, я использовала здесь, 3 акцентных декора. Также данный принцип можно использовать в декоре. Здесь я использовала звездочки и бутылочки, они у меня получились акцентными. В одном из следующих видео я расскажу о том, что я использую в качестве декоративных элементов. Это видео будет очень полезно новичкам, чтобы не заблудиться в мире огромного разнообразия декора для скрапбукинга. А кроме того, я расскажу вам новые принципы составления композиций, потому что у многих начинающих скрапбукеров большой вопрос вызывает именно момент составления композиции, так чтобы она была не перегруженная, но при том интересная. Если у вас есть какие-то вопросы, и которые вы хотите, чтобы я осветила в данных видео, то оставляйте комментарий под этим видео, и я обязательно все ваши вопросы учту. Спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч!